Ах, еще две минуты. Ну что, еще две минуты. Я чуть раньше нажал кнопочку, поэтому мы сейчас будем пока две минуты просто здороваться. Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе утро. Всем хорошего дня, хорошей недели, хорошего месяца, хорошего года, прошедшего, наступающего, будущего. В общем, всего хорошего. Кстати, интересно, что Яков Шатанин, доброе утро. Очень Яков молодец, прям реально такие уроки проводит. И не просто, знаете, бывает, когда директор сайта, он просто директор, а Яков играющий директор. Он как Равин еще. Молодец, Яков, прямо респект и уважуха. Очень классные уроки. Полезные. Наташа Блау, Ботертов. Значит, очень, очень, смотрите, очень классно вообще, как просто стать счастливым. Знаете как? Сейчас пока мы еще, вот те, кто рано пришли, как говорится, кто рано встает, тому Бог дает, да? Вот сейчас, как стать счастливым. Вот смотрите, в данный момент, я думаю, что каждому, кто меня сейчас слушает, но единственное может быть реальная проблема, если что-то болит. То есть, если что-то реально болит, это вот это единственная проблема. Вот у меня чуть-чуть болит шея, значит, но вот, ну ничего. Все остальное придуманное. То есть, если человек, прошлое придуманное, и если человек говорит Богу, спасибо за все уроки, которые ты для меня сделал, спасибо тебе за все хорошее, что ты для меня сделал в прошлом, бах, у него счастливое прошлое, то есть если он реально поймет, что у него все, что было в прошлом, его готовит для счастливого будущего, и дальше, если человек вот насчет счастливого будущего, он подумает в этот момент, что, ну, в принципе-то, Бог же всесильный, и даже если у меня в прошлом было что-то, что мне особо не нравилось, но в будущем нет же никаких, как бы, у меня, кроме как, если я сам буду ждать, нет никаких оснований думать, что будет плохо, в этот момент, значит, человек может сделать себе в ожиданиях счастливое будущее, то есть сделать в воспоминаниях счастливое прошлое и в ожиданиях счастливое будущее, может каждый человек, для этого нужно только небольшое интеллектуальное напряжение, ты интеллектуально напрягся, и говоришь себе, все, что было в прошлом, прошло, проехало, забылось, его нету сейчас, но это для меня, как бы, фундамент, И даже если мне было очень больно в прошлом, я этим искупил свои, спас себя от будущих неприятностей, да, то есть нужно как-то интеллектуально так выкружить, найти такую себе интерпретацию, такое объяснение, чтобы все прошлое, о, Алекс Поделка, поздравляем, Давид сделал вас счастливым дедушкой с бабушкой, дочка у Давида Поделка, у Давида Веледника Поделка родилась дочка, и значит, дай бог здоровья Давиду, маме, бабушке, дедушке, ребенку, чтобы была счастливая семья и стало все больше и больше хороших верующих, настоящих людей, бог же мир создавал для верующих людей, а не для неверующих, значит, вот всех верующих людей, значит, всем, чтобы было счастье. Теперь, значит, дальше, все, мы, значит, сейчас все напряглись, напряглись, ожидания от будущего, бау, будет хорошо, прошлое, все было хорошо, и, значит, начинаем изучать, а что же делать, потому что реально все зависит от того, что каждый из нас делает вот в данный момент времени, то есть конкретно в данный момент времени, Валерий Караманян, шалом, доброе утро, значит, в данный момент времени каждый из нас закладывает матрицу будущего своего, прям конкретно, каждое действие, каждая мысль, каждое слово, каждое намерение, усилие, поворот головы, поворот желания, все это создает будущее, понятно? Все, теперь, значит, мы двигаемся дальше, мы в 21 главе, 21 глава у нас, 21 глава притчей, и, значит, мы выяснили, что лучше сидеть на краю крыши, чем со сварливой женой в доме с друзьями, значит, и узнали, что злодеи, они тянутся ко злу, и поэтому они друг с другом тоже, они входят в противоречие, тоже мы это узнали. О, теперь 11 отрывок, 11 отрывок звучит так. Когда наказывается насмешник, тот, кто насмехается над Богом, над Торой, над законами, ехкам станет умудриться пыти наивный. То есть, когда наивный человек, ну, давайте я переведу весь отрывок, и потом узнаем, что здесь скрыто было. А смотрите еще раз, когда наказывается насмешник, насмешник имеется в виду над Торой, над Богом, умудряется, то есть, получает вот это вот знание Торы, ехкам это, получает знание вот этих вот аксиом, на которых строится мир, божественная мудрость, наивный. То есть, он может, кто такой наивный? Наивный человек, это тот, который, вот он, что вижу, то пою. Он такой, он такой, вот знаете, простодушный такой, проста, то что называется, да? Он, что вижу, то пою. И тут он видит, например, такую картину, что вот идет какой-то человек, конкретно смеется над Богом, говорит, вот, значит, там, как Троцкий, например, да? Вот, значит, там, или как Ленин. Бах, там он что-то смеется, он над Богом. И тут ему Троцкому бах, ледорубом по голове в этот момент. Ленина, Сталин там, и кто его были все, убил его, и все, ни детей не осталось, ничего, и все. И тут наивный простак, если он свяжет эти два события, он поймет, что есть суд, и есть судья, и есть Бог. Только ему нужно, чтобы это было вот прямо соединено. То есть ему нужно, чтобы он понял конкретно, что это Бог наказал конкретно. И тогда он, значит, умудряется, и он понимает, что нельзя идти против Бога. И, значит, для наивных людей, а таких людей простых большинство, для них вот нужен обязательно этот путь. И мне непонятно, почему религиозные люди скрывают, что Бог реально наказывает. Он наказывает целые народы, он наказывает целые города, он уничтожает тех, кто идут против Бога, он уничтожает. Почему это скрывают, почему это не, как бы, выносится и не обсуждается, я не понимаю. Но для наивных людей это было бы очень понятно и четко, когда это происходит. Теперь, а дальше продолжение этого одиннадцатого отрывка. Убе астиль ле хахам и как даат. А когда об этом будет размышлять хахам, тот, кто уже был верующим, когда он, ястиль, это он размышляет углубленно, понимая суть вещей, да. Он этим самым приобретет даат. Что такое даат? Даат это познание, вот я знаю, что передо мной там телефон, например. Я знаю, что это ручка, то есть это у меня не теоретическое знание, это знание абсолютно практическое, которое я воспринимаю органами чувства, оно абсолютно стопроцентное. Теперь хахам, это тот, кто принял от мудрецов, от пророков, он поверил в аксиомы Тора, в божественную мудрость. Он говорит, я верю, что дело было так. То есть я принимаю вот эту картину мира, в которой есть Бог, создатель мира, он создал мироздание, он создал все законы мироздания, вселенная, большой взрыв, все это его рук дело, образно его рук. Да, то есть он эту всю систему создал, запрограммировал, установил в ней законы и дальше она движется. То есть этот человек не может, он не может это узнать, он может это только поверить и принять, как принять аксиомы божественной мудрости. Он это принимает, потом он видит, как эта штука работает, что он видит, как злодей, нарушив закон, ему идет раздача, Бог его наказывает. И тогда у него появляется, оп, у него появляется тогда, да, то есть он это на уровне чувственного восприятия, он увидел, что система работает. То есть для простака нужно наказание Бога, чтобы он просто поверил, но ему нужно разъяснить, он должен понять, что это наказание Бога. Для хахама, кто уже верил, для него становится это очевидно. Очевидно, что тот, кто нарушает законы Бога, тому капец. Я в это верю, я в это верю очень сильно, видел много раз, множество раз я видел, что все, кто идут против Бога, они все гибнут страшными, страшными мучениями еще потом. Понятно. Теперь дальше. Отрывок номер 12. Отрывок номер 12. Мастиль цадик лебей троша. Дальше опять продолжается эта линия, продолжается эта линия в 12 отрывке. Написано так. Мастиль это вот интеллектуально углубляется цадик, праведник, и смотрит он на дом злодея. И что? Месалев решаим ляра. И это двигает злодея в козлу. Ну, к уничтожению. То есть, что это значит? Вот смотрите. Опять же, для тех же наивных людей они говорят, секундочку, подождите. Вот, значит, там посмотри какая счастливая, там, например, ну какая-то, и показывает пример, какая-то там, ну вообще нехорошая женщина. Или какой-нибудь там нехорошая мужчина, да, который злодеи на злодействии, злодейством погоняет. И он смотрит на наивный человек и думает, значит, можно обманывать. Это наивный думает, да. Теперь, праведник, который уже разобрался во всей системе, он говорит, подождите, а давайте подумаем. Во-первых, давайте подумаем, или он счастливый или нет. То, что он едет там на хорошей машине и то, что у него есть в доме там какое-то богатство, это еще не факт, что он счастливый. Может быть, он внутри сидит и трусится, что у него это все хотят отобрать, там он под судом, здесь он под судом, здесь он судится с одними, здесь он судится с другими, там на него менты нападают, там бандиты и так далее. То есть, видя внешнюю картинку, мы не видим, что внутри этой картинки, мы не видим вообще, что внутри картинки. Видите, я знаком со многими такими очень богатыми людьми, и у каждого, если чуть-чуть хотя бы ты только ковырнешь, у каждого такие проблемы, что просто капец, вообще страшно, страшно. То есть, они, во-первых, все время как на войне, все время как на войне, потому что как только определенный уровень богатства, особенно если это достигнуто нечестным путем, идет конкретная война, такая заруба друг с другом. Дальше, они все же, те, которые на виду, у них у всех, зачем они на виду? Они на виду, потому что у них их изнутри стремление к почету давит, да? То есть, одно дело, когда просто сидит человек богатый, там, наворовал денег, сидит тихонечко себе, ну, как хомяк такой, спрятался и все. А другое дело, он наворовал денег, а теперь еще звезда Инстаграма, да, хочет стать, или еще кого-то. И он, значит, его так гложет, что есть какой-то там блогер, который популярнее, чем он, и он просто его это. Теперь, дети, у всех проблемы с детьми, практически поголовно проблемы с детьми. Почитайте биографию любого богатого человека, известного такого, да, с детьми, полный, конечно, капец. И что теперь нам объясняется в 12-м отрывке, что интеллектуально размышляет праведник и смотрит на дом злодея, и он знает, что это все идет к раздаче. Идет к раздаче, и эта раздача, написано, как написано, сейчас я скажу, то есть перед крушением идет поднятие, то есть каждый раз, у каждого же все равно злодея есть какие-то добрые дела. Я очень люблю пример Пабло Эскобар. Пабло Эскобар это преступник, который преступник-преступник. Ну, то есть убийца, преступник, посадил на кокаин все там, Америку, весь мир контролировал торговлю кокаином, все. Но он же при этом, он построил для бедных, он был как Робин Гуд, для бедных вот этих вот колумбийцев, он построил целый там город и дал всем квартиры, дома. То есть он сделал какие-то добрые дела, и у него эти люди, они молились Богу, спасибо, там пусть он будет здоров, он вот мы сейчас сидим, то мы жили на улице, а сейчас мы там с детьми грудными имеем возможность жить в квартире. Дай Бог ему здоровья, дай Бог ему удачи, дай Бог ему того, дай Бог ему того. Ну, а Бог же, он честный, справедливый, то есть когда там тысяча человек молится, дай Бог ему здоровья, а десять тысяч он убил при этом, да, то как быть? И у него идет раздача, ему прет, 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 его поднимают, у него все получается, и в какой-то момент, крушение, 40 лет, его убивают, значит и все, и все, и нету Пабло Эскобара, понятно. Но что делает мир? Мир делает как? Его тиражируют как героя для определенного количества людей. И очень мало людей говорят, что посмотрите же, это конец любого злодея, конец любого злодея, крушение, смерть, то есть это то, что нам царь Соломон предупреждает. Обратите внимание, если бы СМИ, телевидение и сериалы, они продвигали бы вот эту вот идею, то 90% наивных людей, вот большая часть населения мира, они бы шли бы в сторону добра. Но СМИ сделали из него героя, смотри какой преступник, вот как он там, деньги чемоданами, все. Так вы же покажите, чем закончилось. Закончилось-то в 40 лет, убили, и семья, дети-сироты, семья-сироты, все, покажите всех тех, кого он убил, и их детей, и так далее. То есть СМИ не показывают зло во всем его отвратительности, СМИ показывают такую витрину этого зла, как будто бы все хорошо. Но мы знаем, праведник, он смотрит на дом злодея и видит, как оно все двигается к крушению. Понятно. Теперь дальше. Тринадцатый отрывок. Значит, тринадцатый отрывок нам говорит следующую вещь. Значит, закрывающий, как бы закупоривающий ухо от крика обездоленного, то есть ущемленного, человека, у которого забрали его там имущество. Далее это обездоленные, которые, значит, как анекдот есть, когда еще был Янукович власти, так его сын там, который, ну, забирал все. И он говорит, мы обездоленные. У нас еще есть бизнесы в Украине, в которых у нас нет доли, потому что мы не забрали у них долю. Это он называет обездоленные. Но это неправильное определение. Обездоленные – это, наоборот, у кого забрали, нечестно. Так тот, кто закрывает ухо от крика обездоленного, гамуикра, так же он будет звать и ему не ответят. То есть здесь нам показывают принцип, главный принцип, по которому работает вся система. Мера за меру. То есть та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И здесь каждый, в принципе, своими действиями, своим отношением к злу, своим отношением к преступлениям, он создает ту картину, в которой потом будет жить. Когда люди безразличны к тому, что вокруг творится беззаконие, коррупция, воровство и так далее, и так далее, потом они же сами от этого всего получают. То есть тут как бы это очевидно и понятно. И как, помню, когда-то кто-то говорил, что вот сейчас пришли за теми, значит, я не помню, в Германии, по-моему, кто-то говорил. Вначале они пришли за евреями, потом они пришли за теми, потом они пришли за теми, и я молчал-молчал. Потом, когда они пришли за мной, так некому было за меня заступиться. То есть понятно, да, как работает. Теперь, значит, это принцип, который, ну вот, работает. Теперь 14-й отрывок, он очень такой жизненный. То у нас была все теория, жизненная теория, которая нам объясняла, как работает. То есть, если ты изучаешь любое событие, которое вот именно связано со злом, возьмите любое, раскрутите, вот смотрите, я помню, недавно один пример просто приведу. Значит, была статья о том, что наконец-то после 12 лет раскрыто убийство еврейского миллионера, значит, в, как раз, по-моему, тоже, то ли в Колумбии это было, в Колумбии, мне кажется, или в Колумбии, какая-то вот латиноамериканская страна. Значит, парень из Канады, еврей-миллионер, заработал денег и, значит, как-то, ну, мозгами что-то он заработал, связанное с компьютерами. А, он и заработал-то не очень красиво. Он заработал, он придумал программное обеспечение для сайтов казино, онлайн-казино. И он, значит, ну, тоже это не слишком кошерный такой заработок. И он, значит, придумал это, но стал миллионером. Потом он поехал в Колумбию и познакомился там с мисс Колумбия, какая-то вот эта вот латиноамериканская проститутича такая, да. И он, значит, с ней познакомился и, честный еврейский парень, миллионер, решил на ней жениться. И он, еврейский парень, и он ей сказал, что это самое, говорит, ты ж пройди дьюр. Она говорит, обязательно, вообще не вопрос. Он на ней женится. И тут в этот момент, значит, она ему говорит, слушай, я никакой дьюр проходить не хочу. В общем, она начинает, продолжает жить своей вот этой вот, ну, понятно, на ком он женился. Мисс Колумбия, там все. Она ему изменяет, она там это самое. Он ей говорит, все, я с тобой развожусь, дам тебе какие-то алименты, все. Но она решила, что ей алиментов мало. Она захотела получить половину, то есть, если он погиб, то ей, как жене, идет половина его состояния, там все такое. Там речь шла о нескольких миллионах долларов. И она нанимает бандита-наркомана, который, значит, его убивает прямо при ней. Прямо в течение одного дня, когда он сказал, я с тобой развожусь. Она тут же нанимает этого бандита-наркомана. Он его убивает. И, значит, и все. Она пытается отсудить деньги. Но его папа из Канады. Это есть статья, там, ну, очень известная история. Его папа, конечно, ну, пытается доказать, что это убийство. Убийство она сваливает. И 12 лет она скрывается. Причем она изучила еврейские какие-то законы. И она косила под еврейку, которая это самое. В общем, она по Европе то с одним жила, то с другим жила. Она рожала детей. В общем, через 12 лет ФБР ее вытащило откуда-то там из Италии. Ее арестовали и дали ей пожизненно в Америке, потому что она его убила. Ну, то есть, все это доказали, раскрутили. История одной еврейской жизни. Вот так вот он. Вместо того, чтобы дать деньги, миллион долларов на портал ВАИКРА и нести свет, божественный свет людям, да, нести свет добра, свет справедливости, он сделал программное обеспечение для чего? Для казино. Потом женился на латиноамериканской проститутке. И потом его убили. Вот это вот одна цепочка, которую, если проследить все шаги, понятно, что то, что написано в Мишле, работает. Работает однозначно. Теперь нам дается в 14-м отрывке, нам дается очень хороший полезный совет для ежедневной жизни. Значит, написано так. Матан Бесетер Ихпе Аф. Тот, кто дает... Матан, это Матана подарок. Тот, кто дает подарок в Бесетер, в... В... Сетер это скрытно. Яхпе Аф. Это... Яхпе, это гасит гнев. Гасит гнев. Теперь... Вэшохат Бахейк Хэма Аза. И взятка за пазуху, ярость сильную. Так дословно переводится. Значит, что значит дословно переводится? Что это значит? Значит, Матан имеется в виду подарок или сдока. То есть, сдока это когда ты помогаешь бедным. Подарок это когда ты даешь человеку, даже когда он не бедный, но ты ему даешь подарок от чистого сердца. И это гасит гнев. Значит, когда ты это делаешь втайне, не для того, чтобы возвеличиться, а для того, чтобы сделать просто человеку приятно, хорошо. Но здесь нет твоего личного вот этого вот почета, который ты выгребаешь всю пользу от этого поступка. Так вот, если ты это делаешь втайне, даяние втайне, то тогда это гасит гнев Бога на тебя. Если есть какой-то гнев на тебя на небе, и ты даешь, то есть ты как бы мера, что человек меряет, меряет ему. Ты создаешь, становишься активным производителем добра, и этим самым ты гасишь гнев на тебя. Мера, что человек меряет, меряет ему. И наоборот, Кабдан, тот, кто наоборот решил начать свой день с того, чтобы сделать 10 замечаний. Попробуйте, проэкспериментируйте. Ну что, я начну день вот прям с утра, сделайте замечания там жене, детям, друзьям, родителям. Прямо каждому скажите все, что вы о них думаете напрямую, да. Прямо всех недостатки высветите их, лучом перестройте. Я шучу, так делать нельзя. Но в ответ можете ожидать ужасный день. Вообще ужасный день, потому что мера, что человек меряет, меряет ему. Если вы каждому сделаете неприятно, то тогда вы создадите такой потенциал неприятности, который, ну, как бы я никому не завидую. Нам советуют по-другому. Давать в тайне, оно гасит гнев. А взятка за пазуху, значит, взятка за пазуху, она что? Она гасит, значит, вот тут нет слова гасит. И там по-разному объясняют. Значит, второе объяснение, что если ты даешь взятку, чтобы искривить суд, что такое взятка? Взятка, когда ты даешь взятку, чтобы подкупить, чтобы сделать нечестно. Так оно, наоборот, вызывает сильную ярость. То есть, понятно, давание подарка или сдатьи, оно снижает ярость. А подкупить для того, чтобы искривить суд, оно, наоборот, усиливает ярость. Потому что ты хочешь, чтобы сделать нечестно. Ты на каком-то этапе выиграешь, но на другом этапе ты проиграешь. Понятно, да, идея, как оно работает? Я сейчас расскажу, есть короткая история очень, как Рабинович судился с тем-то в суде. И, значит, он судился с тем-то в суде, и он своему адвокату говорит, вы знаете, говорит, я хотя в этом деле прав, ну, я точно знаю, что я прав, я все по-честному сделал. То есть, вторая сторона, это он обманщик. Но вы знаете, как все-таки эти суды и все такое, и давайте дадим, может, суде взятку на всякий случай. Ну, чтобы, все равно я прав, но на всякий случай давайте дадим взятку. Ему адвокат говорит, вы не поверите, говорит, но это честный судья. То есть, такое редко бывает, но это реально честный судья, который взяток не берет. Если мы ему дадим взятку, тогда считайте, что мы дело проиграли. То есть, вообще, без разговоров. Рабинович говорит, так я же прав, ну, я же по-честному все. Он говорит, так если по-честному, так как же вы взятку собираетесь давать? Говорит, ну, на всякий случай, знаете, как все-таки, ну, адвокат говорит, не вздумайте вообще ни в коем случае. Значит, на следующий день судья, значит, на суде, он прямо на вторую сторону все, значит, на нее орет там все, Рабиновичу, все его выслушал, ну, все его выслушал там доводы. Говорит, все, вы по суду правы, все четко, все доказательства за вас, все. А на вторую сторону очень строго он так с ней ведет. Рабинович выходит и говорит адвокату, вот видите, а вы говорили, взятки не помогают. Тот говорит, не понял я, вы что, дали ему взятку? Он говорит, да, я дал ему взятку, только я подписался от имени второй стороны. Так нельзя поступать. Так нельзя поступать, но он, значит, вы знаете как, смотря в каком суде, потому что есть известная история, как одному суде дали взятку две обе стороны. То есть дали обе стороны, дали ему взятку, это был честный судья. Поэтому одна сторона дала больше, чуть-чуть, вторая меньше. Он вернул разницу той стороне, которая дала больше, оставил себе две взятки равные и судил честно. Вот, то есть есть суд, суд, рознь. Теперь давайте подведем итог, что первое, нельзя обманывать. То есть в любом случае в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе честная, честная жизнь, она намного более выгодная, прибыльная, удобная, спокойная и светлая, скажем так. Второе, то что мы поняли, злодеи, они периодически, они как будто бы преуспевают, но из-за того, что очень часто СМИ, это те же злодеи, то есть СМИ, телевизор, вот эти все Голливуды и так далее, то они наоборот создают картинку, при которой злодеи преуспевают. И поэтому наивные люди, вместо того, чтобы видеть наказание злодеев и становиться добрыми и честными, наивные люди, они обманываются и становятся нечестными, потому что им показывают лживую картинку, как работает мир, показывают всю прелесть и радость развратной жизни, показывают вот этот весь бред, что там прекрасно быть один там 007 и убивать за вечер по 3-5 человек, и потом пить мартини с красивыми девушками, этого нет, нету никаких радости в этом, нет в этом никакого счастья, это не веселая жизнь, когда за тобой гоняются с автоматами специально обученные люди, и тебе приходится их убивать, а девушки там потом с девушками невозможно спать, потому что ты каждого шороха, они все равно боятся, потому что, ну представьте, когда за тобой гоняются, чтобы убить. Поэтому надо знать и четко отслеживать, наоборот, зло наказано, зло наказано, зло наказано, и тогда верующий человек, он укрепляется в своей вере, наивный человек, он понимает, как на самом деле обстоит дело, становится честным, прямым, и с Божьей помощью тогда все будут счастливы, будет вокруг радость, свет и добро. Все, ну естественно, что взятки, чтобы искривлять суд, давать не надо, а давать подарки и дзаку для того, чтобы все было увеличивать, быть производителем добра, это круто. Все, друзья, жду ваших отзывов, отзывов, комментариев, выводов и активного участия в сфере улучшения мира, то есть мы взяли для себя у нас миссия, портал Ваикра, у нас миссия это Ваикра и Возвал, то есть мы хотим дать площадку, платформу тем людям, которые несут свет божественный в мир, и давайте делиться, то есть как бы, как можно участвовать в этом деле, очень просто. Вам какой-то материал понравилось, поделитесь этим материалом, посоветуйте, посмотрите этот материал еще кому-то, и таким образом мы будем нести, нести свет, божественный свет и становиться проводниками этого света, потому что та рука, которая передает людям мед, она чем пахнет? Медом. Все, понятно. Удачи, успехов и хорошего дня. Все, жду ваших выводов, выводы обязательно. Выводы надо для себя хоть один вывод сделать, как бы, как побуждение к действию. Что-то выучил, что я понял, желательно раз, два, три, но хотя бы один. Все, удачи, успехов.